Что мы будем делать? Это у нас бампер, который в стриме участвовал, он грунтован мокрым грунтом, тут были протиры до пластика, тут оставались кое-где глянцевые участки, тут глянцевые участки, то есть их было много, пластина была на глянец, открашена. Будем проверять на адгезию, то есть как что там держится специальным разрушающим ножом. Да, такого ножа в гаражах, конечно. Ни у кого, я думаю, нет, а те, у кого он есть, это гаражом не назвать. Ну да, на всякий случай прилепили кусочек скотча, чтобы показать, что там глянец, что там глянцевое, все, блестящее. То есть это не просто пластина, это окрашенная уже, предварительно пластина. Да, 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 вот это вот конкретно. Нежные ножи, да, под разные цели заточенные. Это у нас под 125 микрон толщины, это у нас под 60 микрон толщины. Нас интересует именно этот нож, для того, чтобы прорезать только то, что мы нанесли. Ну только лак и краску. Да, лак и краску, да. Соответственно, сейчас мы сделаем здесь один рез. Он не просто прорезает, да, он еще края реза приподнимает. Все, это мы, значит, прорезали. Пока отставим в сторонку. Так, ну вот тут был полностью глянец, это то, что я помню прям точно. Прямо на вот этой части, да, на этой части. А тут был пластик. Ну хотя бы вдоль. Ну, получится получится, сейчас попробуем так делать. Вот здесь, да, отлично, рез. Ну, есть. А на пластике можем попробовать? Ну, конечно. Вот тут пятно пластика было. Так, пятно пластика на 60 микрон. Ну, там же грунт. Конечно. Ну, это наше покрытие. Угу. Сейчас я все уберу. Угу. Ну, в принципе, что-то можно повторить канцелярским ножом, но мы глубину точно не можем прям стабильно оставить. Поэтому канцелярским ножом очень тяжело сделать именно маленькие кубики. Да, друг другу близкие, а большие теряются. Ну, оп. Немножко, конечно, ну ладно. Это специальный скотч? Это 3M-овский водяной скотч, просто используется в основном именно водяной, потому что у него проникающая способность клеового слоя, намного выше, чем у обычного. Приклеиваем. Потом делаем эпиляцию. Так. А-а-а, и по количеству выбитых фрагментов можно определить степень, собственно говоря, отгези. Да. Бампер был ярко-белым. Нагляньте. Поэтому, да, нагляньте. Поэтому, если бы там вылетело что-то, были бы белые. Бампер по времени сколько прошло? Мы вчера вечером с 4-х где-то до 5-ти, да, делали его. Сейчас обед следующего дня. Ну, прошло меньше суток. Ну, меньше суток. Да, он просушился. Так, теперь, значит, смотрим на... А еще есть скотч? Такого больше, к сожалению, нету, потому что с водой, пока работа была прекращена, мы можем взять... Так это скотч именно для работы с водными красками? Да, да. Синий скотч, это именно для хай-тека, ну, для водяных систем, потому что он держит именно воду. Обычным скотчем, если ты наприклеишь, да, все замечали, потом так, после скотча, который под водой пывал снимает, а у него клеевые следствия слоется. Ну, у меня в Германии такого не было. Ну, потому что там у тебя вода, поэтому скотч у вас водяной. Нет, скотч, ты скотч. Ну, и это тоже, знаешь, ну, скотч, он и есть скотч. Тут даже обозначения никаких нету. Но, тем не менее, вот скотч отличный от серого или от белого. Ну, там зеленый скотч и серый делал, там что есть. Ну, они, сказать, водяные. Так, ладно. Ну, ладно-то такое. И, в общем-то, вполне предсказуемо. А этим делать прозрачным бытовым скотчем не вариант? Или у него неправильное? Да хоть бронированным серым, хоть триемовским, хоть каким-нибудь огородным. Да ничего не получится уже, все, не так понятно. То есть, если он прилип, он прилип. Если он не прилип, он не прилип. Причем, даже такому тесту есть определенный кост. Так, и... Хыщ! И опять ничего не делается. Ну, понятно. В общем, грунт работает. Но тут был не этот грунт... Нет, этот грунт. Это не сильно север, да. А сегодня тоже самое самое работает. Абсолютно. Притом, что по мощности, по мощности, этот чуть-чуть помощнее, но только благодаря своим присадкам, потому что он еще работает на металл. А так, в целом... То есть, ну, к чему ведется? Да, было же сказано тогда, что это не рекомендация того, чтобы красть и нагляниться. Это с той целью, что вот тут можно не мучиться, не мотовать, не лазить, пальцы себе ломать. То есть, вот эти какие-то полочки чуть сполоснули скотчбрайтом и оставили. И при повреждениях ничего там не будет. То есть, скол не отлучится, не разорвется. Вот эти места самые-самые геморройные, да. Ну, прошел у вас здесь вот. А вот это уголки, вот это вот закругляшки. Не-не. Вымыли, обезжирили, загрунтовали, по-мокрому открасили. И не переживайте, мы попробовали. Можно. 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 Удачи вам.